Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая независимость. Инвестируя уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 23 миллиона рублей. И его можно увидеть здесь на канале по субботу. Похоже, президентом США станет Байден. Да, Трамп подает в суд и какой-то шанец у него остается. Но сразу скажу, небольшой. И это видео не о шансах Трампа стать президентом, а о рисках и перспективах фондового рынка при новом президенте США. А точнее, о перспективах фондового рынка просто после выборов. Не переключайтесь, и вы узнаете, почему рынок может упасть в среднесрочной перспективе. Перечислю 7 конкретных причин такого возможного падения. В основном будет про США, но и российского фондового рынка коснусь тоже обязательно. Кроме того, я на ютубе уже второй год, следовательно присутствует понимание специфики данного видеохостинга. И поэтому в конце видео я тезисно опишу и возможные причины будущего роста. Это чтобы видео не казалось однобоким и чтобы не читать потом комментарии с обвинениями в армагеддонстве и однобокости мышления. Так что смотрите ролик до конца, особенно если уже сильно захотелось написать подобный комментарий. Начинаю. Первая причина возможного дальнейшего существенного падения фондового рынка – это итоги выборов. При Байдене могут повыситься налоги. Он говорил об этом и не раз. Тут и объяснять не нужно, почему это плохо для фондовых рынков. К тому же именно Байден с его более социалистическими взглядами способен пойти по пути повторного частичного закрытия экономик в условиях ускорения распространения коронавируса. Кроме того, так как Сенат пока остается республиканским, то вероятность принятия в ближайшее время долгожданных монетарных стимулов для экономики США снижается. Да и величина этих самых стимулов может рынку не понравиться по факту принятия. Вторая причина возможного падения – это то, что выборы уже прошли. Все, никому теперь не нужно тянуть фондовый рынок за уши вверх. Ведь не секрет, что Трамп делал это умышленно. Он открыто давил на ФРС США, на Джерома Пауэлла и даже хотел введения отрицательных ставок. Теперь этого не будет. Фондовый рынок на данном послевыборном этапе не очень интересен политикам. Меньше будет заявлений и комментариев, так или иначе воодушевляющих участников фондовых торгов. Третья причина похожа на вторую, но несколько шире. Ключевые центробанки все, без исключения, уже не спешат раскошелиться и дополнительные стимулы в виде денег раздавать уже не очень хотят. Очевидно, что следующий глобальный виток стимулов будет откладываться до тех пор, пока это будет оставаться возможным. А это означает более долгое и болезненное восстановление глобальной экономики. И осознав это, фондовый рынок вполне способен сходить вниз и существенно. Четвертая причина – это как раз-таки эти самые денежные стимулы. Не секрет, что в поддерживаемых экономиках растет число зомби-компаний, которые существуют только благодаря этим самым стимулам, то есть государственным деньгам. Это ненормально. Экономики таким образом засоряются. Получается, что только очистительный кризис и мощные падения фондового рынка способны вывести экономики из этой затруднительной ситуации. Однако может быть и другой сценарий, на который надеются в финансовой власти большинства крупнейших экономик. Это всеобщая победа над вирусом посредством вакцинации. И очевидно, что этими денежными стимулами просто хотят выиграть время. Не исключаю, что такой сценарий тоже вполне может быть реальным. Так что мощный очистительный финансовый кризис совершенно не обязателен. Но на данном этапе глобальная экономика все-таки движется в эту сторону, в сторону кризиса. Думаю, понятно, что до максимальной глобальной вакцинации или победы над вирусом по иным причинам еще довольно долго. И за это время рынок может обвалиться по целому ряду причин. Нервы участников торгов просто могут не выдержать. Пятая причина возможного падения рынка очевидна. Это ускорение распространения коронавируса. И здесь я надолго останавливаться не буду. На данном этапе очевидно, что рост заражения не стихает. Достаточно посмотреть на Европу, в которую возвращаются локдауны. И не очень важно, что это в основном облегченная версия локдаунов. То есть санитарные ограничения в большинстве стран не такие сильные, как были при первой волне. Ну и стоит думать, что на экономику этих стран такие ограничения совсем не влияют. Влияют, еще как влияют. Целые отрасли сейчас лежат на боку, и это факт. Кроме того, надо понимать, что развитие вируса может пойти по ускоренному или просто по другому негативному сценарию, который не просчитывался или имел низкую вероятность. Некоторые локальные локдауны уже заложены в модели развития ситуации большинством аналитиков. А вот повторный глобальный локдаун пока что всерьез не рассматривается. Все же предполагается, что в первом квартале начнется вакцинация, и во второй половине следующего года проблема коронавируса должна уйти на второй план или даже полностью быть решена. Но если все пойдет не по этому базовому сценарию, то паника на фондовом рынке практически обеспечена. А если третья волна? А если третья волна, да еще сильнее первых двух? Ну, нагнетать не буду, просто надо понимать, что это тоже вероятно. Еще важным моментом является то, что вакцинация, возможно, не способна будет решить проблему до нормального уровня. Тут может быть и слишком короткий период действия иммунитета, и побочные действия вакцины, да и просто невозможность создания реально эффективной вакцины. Следующая причина. Шестая по счету. Это возможное будущее банкротства. Но прежде чем продолжить, очень хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал лайками и комментариями. Отдельное спасибо зрителям, которые поддерживают канал материально через кнопку «Спонсировать» и через Patreon, ссылка на который находится в шапке канала на главной странице. Спасибо, что поддерживаете мои аналитические и обучающие материалы и понимаете, что это нелегкий труд. Так вот, я уже упоминал в начале этого видео, что сейчас довольно много компаний-зомби, которые существуют только благодаря денежным стимулам основных мировых центробанков. И при определенных условиях в будущем, особенно если коронакризис растянется во времени, а со стимулами будут тянуть, может начаться волна банкротства. А волна банкротства – это очень весомая причина для начала существенной коррекции на фондовых рынках. И вполне возможно, что в наших с вами инвестиционных портфелях уже есть будущие банкроты. Надеюсь, ваши портфели высоко диверсифицированы и сбалансированы по рискам и классам активов. Я не пугаю, однако призываю к достаточной диверсификации, а не просто к бездумным покупкам всего, что подешевело. Худшее вполне может быть впереди. И в подтверждение своих слов напоминаю, что после кризиса 2008 года существенная волна банкротства США началась только к 2010. Далее, следующая причина возможного падения рынков. Это пузырь в IT-компаниях и уже не только в них. Пузырь очевидно вызван все теми же стимулами, слишком много лишних денег ушло в этот сектор. Мультипликаторы по большинству раздутых и любимых всеми IT-компаниями уже зашкаливают за нормальное значение. А триггером сдувания этого пузыря может оказаться все что угодно. От вирусной обстановки до внезапных плохих отчетностей. Просто мистер рынок в одночасье может прозреть и IT-сектор скорректируется существенно, потянув за собой все остальное. А теперь, как и обещал, немного о России, а потом будет несколько тезисов и причин, по которым весь этот ужас может и не произойти совсем. Кстати, ставьте лайк и пишите комментарии, ведь именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. И подписаться можно заодно, тут у меня полно всего полезного для инвесторов. И никто вам здесь не будет впаривать IPO, страховки и другую ненужную хрень. Так вот, у России всегда есть дополнительные риски относительно развитых рынков. Это глобальное поведение цен на нефть, которое от самой России зависит слабо. А на текущем этапе очень сильно зависит от непрогнозируемого распространения вируса. Зависимость от нефти очень высока и с годами, к сожалению, не снижается. И есть еще любимые, в кавычках, санкционные и геополитические риски. Геополитика прогнозируется тоже довольно слабо, а по санкциям ничего хорошего не предвидится. Байден никогда не был замечен в симпатиях к нашей стране, и поэтому некоторые демократически санкционные проекты, которые заминались Трампом, теперь могут увидеть свет. Так что у России, кроме глобальных, есть еще и свои специфические риски, которые способны усиливаться. А это означает повышенную вероятность для падения российского фондового рынка в будущем. Но правда есть надежда на то, что Сенат останется республиканским, и тогда по санкциям ситуация может ухудшиться просто не очень сильно. Ну и наконец, хочу перечислить хотя бы коротко причины, по которым обвал может и не произойти. Перечисляю. При республиканском Сенате повышение налогов может оказаться незначительно. Следующих принятых стимулов, если они будут, может хватить до окончания вакцинации и победы над вирусом. Вакцин может быть несколько, собственно так и будет, и большинство из них вполне могут оказаться эффективными. И когда рынки начнут видеть эту эффективность, то эйфория на фондовых рынках будет очень существенная, и спрос на нефть может в этом случае начать расти. Так что нормальный вариант развития событий со счетов сбрасывать не стоит. Однако все, что сегодня сказано, было произнесено для повышения вашей осторожности и понимания текущих проблем и перспектив. Для того, чтобы вы не повышали риски собственного инвестирования в такой вот сложный период неопределенности, когда будущее все же остается непонятным и слабо прогнозируемым. Ну а что я буду делать со своим инвестированием в таких вот сложных и неопределенных условиях, я рассказывал в недавнем субботнем видео про свой инвестиционный портфель. А на сегодня это все. Хочу вам пожелать удачных инвестиций и достижений ваших финансовых целей. Всем здоровья и большого профита, и да и пребудет с вами сила сложного процента. Субтитры создавал DimaTorzok